На улице Серова сегодня шумно, но жители соседнего дома не против. Градская уборка пришла и в их сквер. На улицу съехались десятки машин спецтехники и около сотни сотрудников коммунальных служб. Мы же убираем горд каждый день от веток, от мусора. Сами видим, на наших глазах все убираются. В сквере сегодня как в муравейнике. Работают все. В помощь коммунальщикам новая техника. Елка-дробильный аппарат используют для переработки веток деревьев прямо на месте. А стены в граффити вместо того, чтобы закрашивать, стирают специальной машиной. Эту установку используют в промышленных целях. Специальным порошком, похожим на мел, очищают стены на заводах и оборудование испачканное краской. Но в Саратовской администрации придумали, как новые технологии могут помочь в уборке города. И таким способом уже очистили набережную. Уборка идет быстрее благодаря жителям соседних домов. Они тоже вышли на улицу с граблями и лопатами. Поэтому порядок в сквере Носерова навели быстрее запланированного. Это же наш дом. Мы же здесь живем. Приятно выйти. Мы здесь с детьми гуляем. Мы вот за этой территорией следим постоянно. В Октябрьском районе к благоустройству отнеслись творчески, чтобы через месяц территория сияла чистотой, ее разбили на участки. А коммунальщикам раздают план уборки на неделю. Эти улицы убираются в планном порядке. Мы уже практически закончили улицу Чапаева убирать, практически закончили улицу Советскую. И сейчас переходим на скверы и парки нашего района. Ежедневно только из одного района Саратова коммунальщики вывозят до 100 кубометров мусора. Это больше 10 КАМАЗов. Новые технологии заметно сокращают время уборки. Свою лепту в благоустройство вносят и простые саратовцы. Такими темпами к майским праздникам город будет чистым. Екатерина Савина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.